В Мернинском районе растет число фермерских хозяйств, причем не только в сельских поселениях, но и в городе. Люди разводят скот, коней, выращивают овощи. Помогает и государство начинающим фермерам, правительство региона выделяет гранты. Насколько существенна такая поддержка, выясняла Августа Степанова. Подъем в 7 утра и ни минуты покоя до самого вечера. Такой распорядок у семей Ивановых каждый день. На их подворье около 60 особей. И куры, и свиньи, и кролики. Своё дело семья начинала с нуля. Купили землю, построили дом и привезли первых жителей. Сначала у нас появились куры. Изначально мы купили 20 штук. Потом решили приобрести поросят. Приобрели. Вот ещё кроликов хотим развести. Пока супруги справляются своими силами. Помогают и родители. Поддерживают морально и материально. Ведь они сами держат подсобное хозяйство. Хозяйство молодых фермеров немаленькое. Куры, свиньи, кролики. А совсем скоро здесь ещё появится корова. Специально для них глава хозяйства строит двухэтажное помещение. В новый коровник переедут в октябре. Места много, хватит всем животным. На втором этаже хозяин оборудует зимнюю теплицу. Строит сами. Материалы покупали на свои деньги. Правда, на всё не хватило. Помощь пришла неожиданно от государства после сельскохозяйственной переписи. Благодаря всероссийской сельскохозяйственной переписи Иванова Татьяна Юрьевна была обнаружена, можно сказать, в нашем районе. И то, что я хочу, конечно, сказать для всех, кто занимает сельскохозяйственную деятельность, пожалуйста, делайте, после как вы оформились предпринимателем, отчёты сдавайте. Обязательно регистрируйтесь в органах госстатистики. Так что, или подходите в управление сельского хозяйства. По целевой программе Ивановым выделили 300 тысяч рублей. Поддержали грантам и в городской администрации. Так что через пару месяцев в их хозяйстве появится крупный рогатый скот. Хотим вот приобрести корову. Пока начнем только с одной, да, корову? Пока с одной начнем. А потом уже и две, и три, и дальше. Дойную? Дойную, да. И как планируете молоко? Для себя, наверное? Для себя, ну да, в основном для себя, для детей. Пока, по словам Татьяны, ферма работает в убыток. Но Ивановы руки не опускают. Это лишь начало, говорят фермеры. Всё ещё впереди. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Потому что hotter парня. Рэм. Ивановам.